Добрый вечер в студии первого Дену Руснак с обзором основных событий. В начале коротко о главных темах выпуска. На пороге новой волны. Ситуация с коронавирусом стабилизировалась, но появилась угроза распространения нового afриканского штама. Дорогие мамы, глава Минтруда считает, что государство накладно платит женщинам пособие по уходу за ребенком. Убить двух зайцев одной дорогой. В Молдове в качестве эксперимента в асфальт станут добавлять переработанный пластик. Не каждый житель страны сможет воспользоваться возможностью выйти на пенсию по стажу, как это предусматривает новое положение к закону о пенсиях, принятое большинством ПДС. Простой математический расчет, помноженный на реалии рынка труда прошедших десятилетий, показывает, что миссия невыполнима, говорят депутаты Блока коммунистов-социалистов. Согласно новым положениям закона о пенсиях, разработанным и одобренным ПДС, граждане Молдовы могут выйти на пенсию до достижения пенсионного возраста, если у них есть непрерывный стаж. Это 39 лет для мужчин и 37 для женщин. Депутат-коммунист Елена Боднаренко подметила, сейчас этим могут воспользоваться те, кто начал работать в начале 80-х. Это перестройка, развал Союза, крах промышленных предприятий и не только. Экономическая разруха, переходный период. На кусок хлеба зарабатывали кто как мог. Официальное трудоустройство было редкостью. Практика показала, что многим из таких граждан сложно было подтвердить и сложно будет подтвердить хотя бы 15 лет минимального страхового стажа, в связи с чем и пенсии у таких граждан далеки от минимальной. Даже в числе тех немногих бюджетников, которые смогли продержаться 4 десятилетия на одном месте, вряд ли есть те, кто сможет воспользоваться этим положением. Они ведь учились, а период обучения в высшем и среднем специальном учебном заведении в страховые отчисления не засчитывается. И в будущем, говорит Елена Боднаренко, выйти на пенсию по стажу удастся разве что единицам, потому что по новому закону в стаж не входит не только время учебы, но и служба в армии. Вычитается и время декрета, и отпуска по уходу за ребенком, а также все больничные, взятые за эти почти 40 лет. Если женщина в 18 лет окончит лицей, в 23 года высшее учебное заведение, и минимум 3 года будет находиться в отпуске по уходу за двумя детьми, хотя закон позволяет находиться до 6 лет в отпуске по уходу за двумя детьми, плюс еще какое-то время она будет находиться на больничном, дети имеют свойство болеть, то 37 лет страховых отчислений она накопит после 63. Но разве, скажите, пожалуйста, расти детей это не труд? Непрерывного стажа в 39 лет мужчины тоже вряд ли смогут достичь. Для этого им нельзя терять даже один год в армии, и они никогда не должны болеть. И один из авторов проекта, депутат ПДС Дан Перчин, подтверждает, что периоды больничных декретов, учебы и службы в армии в стаж не засчитываются. Он уверен, что это нормально, потому так и называется – выйти на пенсию по долгому стажу. В расчет берутся только годы, когда человек действительно трудился. Депутаты Блока коммунистов-социалистов в ответ напоминают – у нас не то, что до такого стажа, до пенсии по возрасту не доживают. 20% мужчин в Молдове до пенсии не доживают, а 10% мужчин уходят из жизни в течение первого года после выхода на заслуженный отдых. ПАС поступает как шулер, не имея уважения, не совести к людям старшего возраста. Но люди – это не цифры. Люди – это наши граждане, которые всю жизнь работали на благо страны. Опозиционные депутаты отметили, что правящие большинство вводя эти новости оправдывается тем, что это европейская практика. Но в той же Румынии, буквально на прошлой неделе, министр труда категорически отрицал вероятность повышения пенсионного возраста. Продолжение следует... 70,6 лет. 70 лет и 6 лет, да? Эй, сперанта для здорового жизни есть около 59-60 лет. Пой не можем сказать, что мы сводим людей на пенсии, с целью проработать. Закон о проекте о повышении пенсионного возраста до 63 лет депутаты ПДС удовлетворили в первом чтении на прошлой неделе. Этот документ заменит предыдущий закон о пенсиях, принятый по инициативе ПСРМ в парламенте прошлого созыва. Он предусматривал, что с 1 января 2022 года мужчины будут выходить на заслуженный отдых в 60 лет, женщины в 57. Засиделись дома мамочки. Глава Минтруда Марчел Спотарь считает, что отпуск по уходу за детьми в Молдове непозволительно длинных – целых три года. И все это время государство несет убытки, выплачивая неработающим женщинам пособия. Чиновник считает, что эту проблему нужно решать, чтобы снять с экономики лишнюю нагрузку. Глава Минтруда считает, что в Молдове срок по уходу за ребенком является атипичным длинным. Республика Молдова детья рекорд-у на целе май лунги концерии дингрежира копилори. Мы, по-другому, рекуноштем, что мы имеем о проблеме, но не умблём на проблеме, ci бэгам о мазуре для того, чтобы помпенсировать aceа проблема. И, практически, в тимпе, это affectает и у нас, и у нас не может быть. Потому что у мальчика, у мальчика, у нас дает хороя два, а не остается два, и у нас остается в доме, и у него есть 5 лет в афрае в афрае в афрае активистей. что, у матери сидят, и пускай, по уходу за детьми, дорого обходится государство. Глава Минтруда признает что проблема complexная и в ближайшее время решение не найти. В Молдове отпуск по уходу за ребенком составляет 3 года. 677 заболевших коронавирусом. Таков итог минувших суток. Четверо заразились за границей. 13 медработники. В больницах 1491 пациент. Состояние 181 оценивают как крайне тяжелое. 25 не могут самостоятельно дышать. На дому с легкими и средними формами лечатся еще более 4300. Выздоровели 489 человек. Минздрав также сообщил о 21 летальном исходе. С начала декабря многие муниципальные больницы больше не будут принимать пациентов с ковидом. Об этом сообщили в столичной мэрии. По словам чиновников, отделения будут постепенно закрывать. Но в случае необходимости их работу возобновят. В последние недели в Кишиневе снизилось количество новых случаев заражения. В столице Красный Код сменили на оранжевый и было принято решение о прекращении деятельности нескольких муниципальных больниц с профилем COVID-19. На декабря 1 декабря, conform диспозиции Примару Генералу, системы temporal, системы gradual, интернение в определенные спитали COVID-19. Но все спации медицинские, все спитали муниципальные остаются подготовлены для потенциала нового пола. Таким образом, с начала зимы заболевших коронавирусом будут лечить в больницах Святой Троицы, Святого Архангела Михаила, Георгия Паллади. А в ковид-центре на Малдексфо будут только проверять пациентов на наличие вируса. В мэрии также отметили, что в последнее время, несмотря на спад заболеваемости, начало расти число инфицированных медработников. Время crashилось в мут Han knowledge, продолжает пациент Декабря и в целую практику Время Nimつа медицинских 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 медицинскихcall Эк Communist Барти Барти Учитывая угрозу распространения нового штамма из Африки, Иоанн Чебан распорядился подготовить на Молдэкспо помещение, которое можно будет активировать в любую минуту. Он также обратился к Минздраву, требуя заблаговременно пополнить запасы лекарств и кислорода. Недоумение мэра Кишинева вызвало решение Минздрава ограничить число тех, кто может получить третью дозу вакцины несколькими категориями граждан, требует, чтобы власти разрешили ревакцинироваться всем желающим. Тем временем в столице самый высокий уровень вакцинации иммунизирован на около 40% населения, а в эти выходные муниципалитет вместе с представителями Хурека снова проведет марафоны. Мы планировали с коллегами из Асоциации Мэрши и Агенцией экономики Хурека больше маратоне в уикенды, в зале суббатой и дубиннике, в все секторы в муниципе. Программа для стационации автобуса для вакцинации будет опубликована сегодня по сайту официального правительства. До сих пор в Кишиневе было зарегистрировано 136 тысяч случаев заражения COVID-19 и более 2,5 тысяч случаев смерти. Продовольственный кризис в детсадах. Столичные чиновники заявили, что испытывают дефицит с поставкой говядины, яиц, гречки и грецких орехов. По этой причине типовое меню для малышей может измениться. Продуктов питания в детских садах не хватает уже несколько недель. Экономические агенты не в состоянии выполнять контракты, так как цены, установленные в них несколько месяцев назад, выросли в разы. Что касается говядины, то ее дефицит ощущается по всей стране. Продолжение следует... Чтобы преодолеть продовольственный кризис из-за роста цены, несколько недель назад, мэрия обратилась к правительству с просьбой выделить дополнительные финансовые ресурсы на питание малышей. Ее отклонили и муниципий обратился к властям снова. Мы сделали демерсы нужные для гуверна, так как вы solicите, с реферированием на нормы финансовые и модификация Ордена 910 Министерства Санатации. Отметим, стоимость кормления ребенка в детском саду в сутки составляет 29 лев, 25 банов. Были бы рады продавать урожай у себя на родине, но приходится искать покупателей в далеких странах. В Теленижском районе несколько фермеров налаживают поставки яблок в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. На транспортировку тратят почти в два раза больше, чем при экспорте в Россию, но за счет стоимости там самого товара компенсируют расходы. При этом не отказываются и от традиционного рынка стран СНГ. Туда уходит большая часть урожая. Виталий Абрижану признает, выходить на новые рынки всегда сложно. Вот и в этот раз, чтобы задача стала реальной, пришлось объединиться нескольким садоводам. Но есть никаких проблем, есть просто. Мы решили, что мы решили, что мы решили, что мы решили, я думаю, 80% от тех, которые имеют capacительство для депозитов и инфраструктуры по строительству, под свою факту. Производитель говорит, что в первую очередь они изучили, какие яблоки предпочитают покупатели в Эмиратах и Саудовской Аравии, и оценили, смогут ли они предложить им подходящие фрукты. Фермеры, которые хотят продавать яблоки в страны Персидского залива, должны быть готовы к тому, что транспортировка продукции туда дороже, чем в Россию. Если крючок для Русской Федерации, то будет около 3,5 тысяч долларов, один контейнер для Голфа Персика, то будет около 5,5 тысяч долларов, включая осуществление и планирование портуальной. Больше внимания приходится уделять обработке и условиям хранения яблок. Они должны выдержать перевозку, которая длится от 20 до 30 дней. Фрукты экспортируют по морю. Они должны быть продукты в кондиции адекватной, выдержаны на этапе оптима, потому что, если мы не будем выдержать на время определенный, они будут супраматурировать, и тогда они не будут в качестве поддержки. Специалисты говорят, что фрукты при сборе должны быть твердыми, иначе они не доживут до магазинных полок в Дубае. Большие расходы на логистику компенсируются за счет цены, по которой арабские страны покупают молдавские яблоки. Эмираты платят за наши фрукты 87 долларов центов, а Саудовская Аравия – 94 цента. Это в два раза больше закупочной цены при экспорте в страны СНГ. В целом, цена на яблоки в этом году во многих регионах ниже, чем в прошлом. Страны Персидского залива в этом году фермеры планируют отправить от 200 до 400 тонн. Это чуть меньше 2% от всего экспорта молдавских яблок. Всего из урожая этого года за границу уже отправили 172 тысячи тонн яблок. Почти 97% всего объема продали в Россию. В МВД появилась новая структура – Бюро анализа и развития, которое разработает стратегическую программу деятельности Министерства внутренних дел. Произойдет это после того, как ведомство получит результаты соцопроса о доверии к правоохранительным органам. Министр внутренних дел заявила, что новое бюро состоит из сотрудников подразделений системы и иностранных экспертов. Рекомендации последних лягут в основу для разработки документов отраслевой политики, законодательных инициатив и бюджета. Но произойдет это не раньше, чем МВД выяснит, что думают граждане страны об их деятельности. Результаты опроса будут представлены в ближайшее время. А до тех пор министр попросила все подчиненные структуры быть ближе к людям и оперативно решать их проблемы. По словам министра, в 2021 году правоохранители достигли хороших результатов в выявлении виновных в тяжких преступлениях. Тем временем Ревенко говорит, что по-прежнему есть недочеты с установкой личностей домушников, а также предотвращением дорожно-транспортных происшествий. Поэтому в этих областях планируются изменения. Так, в 23 национальных пунктах на трассах страны устанавливаются камеры видеонаблюдения. При этом министра подчеркнула, что регулирование дорожного движения и пробки – это не проблема МВД. Я знаю о удовлетворении шофферов, которые ждут минуты в трафик в час. Для этого я solicит, и я собираюсь, на сегодняшний день, по 700 приглашений в секурирование трещинных пиетов и планирование трассы ротирования. Но решение к этой проблеме, в частности, в частности, в руках администрации публики и локали. Почти год мэр столицы Иоанн Чубан требует сформировать столичную полицию. По его словам, такой большой город, как Кишинев, должен иметь собственное подразделение, которое будет поддерживать общественный порядок и отвечать за движение транспорта. Надежно, качественно и экологично. Со следующего года в стране начнут строить дороги из пластика. Переработанный материал будут добавлять к основному составу, за счет чего асфальт должен стать более долговечным. Это позволит решить проблему пластиковых отходов и отказаться от целлюлозы, которая уже много лет используется для строительства дорог. Продолжение следует... Гранулированный пластик будут вводить на последнем этапе подготовки асфальтной смеси. Гранулированный материал очень impermeable, который позволит нам освободить патрунение асфальтной смеси в партии карусабелой, потому что здесь появляется дурабилитет. Гранулированный материал, в первую очередь, увеличивает количество эмиссий газа CO2 в атмосферу и, респективно, дурата движения к использованию этих материалов продолжается. Прямо 20-30%. Первые три километра в качестве эксперимента новым составом заасфальтируют следующим летом. Если новое покрытие оправдает ожидания, пластиковые отходы станут использовать для строительства дорог на постоянной основе. Мы выбрали экспериментальный сектор, который будет в трассе Крива-Белц, в регионе Интерзекции Страшени, до Университета. Там еще три сектора эксперимента. И в одной части Кишинево, в одной части Мерседесу, мы реализуем различные тесты. Пока гранулированный пластик закупят у шотландской компании. Если будет решено использовать его на постоянной основе, то в стране откроют производство по массовой переработке этого материала. Зима не станет тянуть и вступит в свои права почти по календарю. Синоптики обещают, что первый снег укроет страну уже в субботу. Вместе с ним придут и морозы от 2 до 8 градусов ночью. Похолодание продержится минимум 4 дня до 8 числа. Именно столько времени страна будет находиться во власти мощного циклона, который принесет мокрый снег. Помните о необходимости одеваться по погоде. Ну а водителям следует держать ухо востро на дорогах. В такую погоду вождение может быть опасным. На оперативном совещании коммунальных служб мэрии столичный городоначальник потребовал от подчиненных не просто следить за прогнозами погоды, но и действовать на опережение. Ион Чебан напомнил, в этом году парк спецавтомобилей для уборки пополнили как муниципальное предприятие «Эксдруппа», так и управление жилищно-коммунального хозяйства. Чиновники отрапортовали. Вся техника в строю. Готовы выйти на дороги в любую минуту. Материалы есть. Готовы получили 12 утилажей «Хако» гата. Съптамына asta мы примем, из цели ахизиционные в годы, декады «Агенту экономику» мы сказали, что мы селеврировали сэптамына 6 и 4, сэптамына витоаря. Распортим, мы можем intervenить с 24 утилажей тип «Хако». Распортим, на момент, 22 утилажей тип «МТЗ», которые у пиереи лопатые. Распортим, 25 утилажей тип «ЛС» гата. На этот сезон мэрия запасла 1200 тонн противогололедного материала. Сегодня у православных христиан начался рождественский пост, который продлится 40 дней. Тем, кто придерживается строгих правил, во все дни, кроме разрешенных, следует воздерживаться от употребления мяса, рыбы и молочных продуктов. В понедельник, среду и пятницу, к тому же, запрещено растительное масло и вино. Самый строгий, черный пост, когда можно пить только воду, придется на сочельник, 6 января. Напомню, церковь разрешает послабления для больных, беременных, детей и тех, кто занимается тяжелым физическим трудом. Смысл поста в очищении души, поэтому важнее отказаться от развлечений, чем от материальной пищи. День рождения Молдавского аллея. Сегодня исполнилось 28 лет со дня введения национальной валюты. Как только наша страна обрела независимость в 1991 году, было решено ввести национальную валюту. Первый год использовался молдавский купон. Молдавский купон стремительно обесценивался. Многие люди хорошо запомнили этот период. Переход на леи был постепенным. Изначально выпустили только три купюры номиналом в один, пять и десять леев. После чего Нацбанк изъял их и ввел новые. Интересный факт. Молдавский лей вполне мог называться дукатом. Дукат – это название романиды, которые были в ауре или в аргенте, которые были ввели на территории Италии в XI в XI, а затем в другие страны в Европе. Счастливы были сделаны в фаворе леулы. Мы с названием леулы романской. Наша съемочная группа решила выяснить, что знают о национальной валюте граждане страны. Например, о том, кто изображен на купюрах. На купюрах представлен Штефан Челмарик. А еще предложили представить, кто мог бы составить достойную конкуренцию великому господарю и удостоиться чести оказаться на молдавских банкнотах. Некоторые отметили, что хотели бы улучшить эстетический вид лея. В день рождения молдавского лея Национальный банк Молдовы ввел в обращение 4 юбилейные и памятные монеты номиналом в 100 и 50 леев в качестве платежного средства и в нумизматических целях. На сегодня все. Наши новости есть и в соцсетях. Увидимся завтра вечером. Всего доброго. Делайте прививки и соблюдайте меры предосторожности.